Друзья, всем привет, всем привет! Вы на канале Пиратская Жизнь. С вами Нинаевова. Мой защитник. Мой любимый мужчина. Запечу. Давайте запечу. Побрился. Побрился. Мой болеющий мамонт. Кучей. Всем приятного аппетита. У нас сегодня, смотрите, овощи, бутербродики, так, кексик и очень вкусная курочка с картошечкой. Тушеная. Кстати, хлеб не сушил. Прям так. Хорошо кушать так. Все горячее. Грел несколько раз. Микроволновка здесь чем-то так угрей. Тем не менее, все горячо. И вкусненько. А раньше, кстати, помню, микроволновка-то вообще не было. Грели все. На сковородке. Да-да-да. Я просто. Помню, отец у меня постоянно, знаете, в сковородку положит, водички немножко нальет. Как на пару, получается. Поджаривает. Сейчас, кажется, микроволновка-то прям тема. Нет, до сих пор старенькие грели. Ну да. Есть такой. У нас, помню, такая была старая микроволновка, которую мы потом отдали и подарили. И вот новая, которую мы купили. Так вот, старая, она была мощнее раза в три, наверное, чем-то наш новая. Нет, она 2000 была. А это 800. Считай. Там две минуты, там, горячая прямо. Ну вот. То есть микроволновка-то старенькая. Они еще мощные были. А у нас на пять стоишь. Все равно прохладные. Вилочкой. Тут руками-то. Как нам написано. А что вы, типа, не делаете холодные супы? Типа, что вы там борщи всякие варите и так далее? Типа, вы же в Таиланде, в жаркой стране. Понимаете? Для холодного супа для того же самого окрошки нужен хороший класс. Класс здесь стоит достаточно дорого. 0,33. Такая вот маленькая бутонска. 50 бат, да, по-моему? А? 60. 60. Еще лучше. 59. Если быть точной. Если быть точной. Одну тарелку, сейчас такая бутонска уйдет. Я вот чисто вот не вижу смысла делать какой-то здесь, вот знаете. Да и сам квас так себе. Ну да. Это название. Так что, ну что, у нас в России скоро лето. Там вот наедимся, как говорится, это все. Испанский суп для спанчо. Можем, да, сделать, но... Только блендера нет. Блендера нет, да. Понимаете, здесь... Ты же не будешь ради какого-то супа там блендер покупать, правильно? Тем более, мы вот привыкли к какой-то вот такой обычной еде. Потому что, по сути, помидоры, перец, огурцы. Все, такой свеженький. Вот он сейчас особо холодный нельзя. Хотя вот ругаю вот вчера в кафе, что ли, выпил целый стакан колы с фольдом. Растаил почти. И то я потом чаем вот пойму. Парадокс, да? В Таиланде можно заболеть. Легко. Он даже этот сегодня... Хуйок кашлят. А что, он тоже в России собирается, да? Да, там надо что-то поделать. Вот смотрел сейчас, ребят, и телем в Москву. Аэрохотом. Без багажа. 200 тысяч почти у них вышло. На 5 человек. Ну, там трое детей. И по всему. Я так посчитала, вот те билеты, которые мы купили, они плюс-минус так же и получаются. Только у нас в багажу. Не, аэрохотом, конечно, там не очень сильно по багажу борзеет. А тем более, за границей. В долларах. В долларах или в евро. И цель там. У нас как? В багажу. У нас два чемодана. И один этот. Я не знаю. Подаренный чемодан. Брат, не брать. Я вам, Ловочка, все уламываю. Давай-ка, картинку фруктов. Он говорит, кто тащит, что это будет? Это ты у нас на легке. С камерой. А я тут. Вол. Так-то, да? Все издя, фрукты. Мам, да? Вот, хотел пристать. Вкусно реально. Как раз из Египта везли. Солейщик. Весь лежал. Чебанан. Даже был перевес. Да. Из-за этого яичка. Нам-то не мыло. Там было 23. Я поставил на блинцы. 23 показала. Потом легким движением в Кену раз. 19 стало. Да-да-да. Причем я его даже не трогаю. А, там что-то раз. На компьютере, все. И потом там присадка-то есть. Так вот. А в Москве поглядели 21. Кстати, а что везде? Мы думали, вот из вот таких вот сушеных, моряков, да? Вот только креветки, наверное, повезем. Потому что, просто раз везли, вот и тут кальмак, краб вот этот вот сушеный. Такой острый. Вот мы половину выкинули вообще. Краб. Для са краба. А? Нас краба. Невкусный. Он такой острый. И сухой. Самый вкусный это кревет. Это все везутно, они самые дорогие. Кревет воню. Сейчас друйсером мы его ехали. Он даже много не уступает сейчас. Я помню, как-то мы были, тогда взяли прям большое. Нормально так садовались. А я сейчас нифига. Мы так часто путешествуем, что очень много гостейцев водим. Если мы даже в этот раз ничего не приведем, в этот раз берем. А знаете, а везти каждый раз что-то? Всегда думаешь, да, почердеть, и сколько у тебя килограмм. Вон утром выходил, выпал пекло прям. Прям жаром. Там вообще держать нечем было. Поэтому вот и выходим подвить. Немножко не так жарко. После часа. Вон утром вообще пекло. И уж самое главное, в бастюр кто-то купался. Всегда. Просто вообще ужас. В общем, у меня уже так, знаете, все так обыденно. У меня какой-то эффект вау. Здесь утром обгореть, не впредел. Даже если просто правильно ведешься до 7-11, обратно. Так оно постоянно видно, где он постоянно все полуобгоревшие. Руки, плечи. Дети очень многие. Сгоревшие. Лицо. Кстати, вот они до 2-х часов, они лицо вообще закрывают. Полностью шею, лицо. Здесь продаются такие пенапки. Надеваешь, она с большим коленом. Здесь еще сбоку, как на шее, и застегиваешься здесь. Так у нас видно. Вот они так ходят целый день. Прянутся от солнца. Только турист, по-моему, любят солнце. Некоторые здесь такие уже коричневые ходят. Прям жуть. Знаете, вот у меня кучка говорит, она крутится, верьте, собирается. Кожа, как все. В массажке стали. Какая кожа. А у тебя она белая до сих пор. Вот мы здесь 2 месяца, да? До сих пор светленькие. Чизняк не хочу даже заговорить вообще. Сейчас столько проблем из этого солнца. Тем более у меня в семье отца был рак. Как-то здесь предложил положить. Софетий мраком. Что не хочу. Тем более я рыжая еще. Я у тебя на шее каких-то 2 красных точки нашла. Уже сразу запаниковал. Что-то такое. Прыщи. Нет, это не прыщи. А то красноватые такие пятнышки. А чем у тебя были еще? Кровь там какая-то. Там исчезли. Прямо говорить их нельзя, ничего нельзя. Здесь даже очень здоровых людей может что-то быть. Понимаешь? Последняя гурочка я тебя отобрала. Куфы. Куфы. Солнце это зло. Кожа очень сильно сушится. В утреннее время. Где-то как раз вот с 10 и до 2. Вообще зло и солнце. Обгораешь просто моментально. Хоть и показывает 32. Но выходишь на блину. Улицу. Такое ощущение, что в сауну попал. Такое бывает. Реально в сауну просто. Нет, честно, я не хочу. Прям сразу же только вышел и уже обтекаешь. Я помню, когда это загорало. Во-первых, я себя обголела. И я вся была, знаете, прям больно была в кожу. Мучаешься. Мне больше идет светлый цвет. И так я вот вся покрылась веснушкой. Знаете, вот зимой, когда я в России, они у меня не такие яркие. А вот здесь вот, здесь прям все это, зажглась. У тебя солнышко. Она оградила. Любит от меня. Я ей так рыжая-то практически. Ну не рыжая, а такая шатенка. Рыжая и быстрыжая. Да-да-да. А я не рыжий. Ты берешься. Я черный. Был. Был. Кучу слов. Да, салфетку. Ладно, мы уже никуда остались. Ну купим еще, спокойно. 20, 20 лет. 50. 50. Пиво не купим. Купим салфетки. Да, надо. Пиво 200 стоит. Так что, успели мы поменять деньги? Прям здорово. Все, чем? Благодаря кому? Тебе, конечно. Я говорю, бери, бери, бери. Потом будет выше. Все деньги у меня вытрешил. Выпотрошил все мои бюджеты. Откладывал, откладывал на квартиру. Все. Квартира пока не будет. Пойдем домой зарабатывать. Бюджет из меня вытряс. Ну, вообще, как у нас есть. Дима. Горди в урон, заплатили. Что он, ребята, уезжай сейчас. Угу. Как же остался, говорит. Денечки окончили. Тут. Да, ну видел. Есть такой мочек. Клоп. Крутой. Крутой. Вот. Прискулемый. Какой-то чел. Чувак, бабка старая. Ну и чувак. Черный такой шлем. С ушками. Такие маленькие ушки. Торчат. Ага. Думал, девушка. Ага. Фиг тебе. Мужик. Парень. Пусть прикольный шлем. С ушками, да? Угу. Видимо, свой дом забыл. У девушки взял, да? Да. Ой, хорошо. А пришли ему, как вот эта каска, блин. Это одевает. Не каска даже. Тазик какой-то. Тазик. Как у волка, помнишь? Внук, погоди. Ага. Ну, такой же тазик одевают и ездят. Димфик штрафует. А там, кстати, это что, что я делаю? Полицейские, они по шлему определяют, турист это или местный. Угу. Да, потому что местные выдают только вот такие тазики, как у волка. Если хочешь шлем, то иди бери. Он стоит тысячу с лишним бат. И до трех. У них прям там, где сервис мотоциклов, там же можно пить шлем. Ну, что это, извини. А тысячу, до трех. Угу. Ну, в нем жарко. С праздником тебя еще раз. Все предпочитают есть в тазике. В тазике. В полиции. Ну, я же в тазике, в тазике. Ага. Только тазик не защищай. С праздником, говорю, тебе еще раз. И тебя тоже. А я к нему отношения не имею. Да? А у нас в стране все военно обязаны. Ну, тогда да. Пока не исполнится шестьдесят лет. Великая часть сегодня даже стреки шли. Все. Мне кажется, сейчас даже если такое случится, все равно все пойдут. И даже те, кто, может, там бегал, не бегал, все равно пойдут. А я фигаю, все будут прятаться. Не знаю. Большинство будут прятаться. Те, кого я знаю, скажем так, кому хорошо отношусь, я думаю, вряд ли не буду. Хоть как-то помогут. Все, кто в армии был. У меня у дедушка вообще, знаешь, служил в тылу. Тыловик был. Но очень много работы для того, чтобы обеспечивать фронт. Тоже несколько наград. У тебя у бабушки вообще там делали список. Иконостас целый. Был. Медалей. Да. Она тоже в тылу была. Трижды ветеран. Труда. Дед был дважды. Причем, знаете, у бабушки, у него, вот я ее застала, еще, сколько, лет пять, наверное, нет, больше всего, наверное, сколько лет, лет семь, наверное, нет. Не знаю. Ну, короче, такая прям, знаете, боевая была. До последнего. Восемь с лишним минут было. Всю жизнь проработала. Восемь-семь. Всю жизнь, как вы знаете, как ломовая лошадь, она до сих пор бежала. А у нас некоторые раз и все. Они работают вообще. Я тебе говорю, у меня дед кузнецом был. Арочи крепче по-веди. Один дед был в тылу работал, кузнецом, это с бабушкой. А другие, это дед, это с бабушкой, они не на одной фронте были. У него последняя медаль, это медаль юмбилейной, по-моему, сколько-то лет, это окончание Великой Отечественной войны, вот. А настоящая, которая тогда давали, боевая, это медаль, она прям так, та там на ней прямо написана сзади. Война у нас в Японии в 1946-1947 годах. То есть война кончилась не в 1945-м, в 1945-м это с Германией только. А еще потом японцев гнали. А пока мы там с Германией разбирались, китайцы сдерживали японцев с другой стороны. Ну, знаешь, как правильно говорят, что Россию за столько времени еще никто не победил. Почему у нас такие отношения с Китаем? Потому что китайцы также участвовали на нашей стране, в Великой Отечественной, защищали нас с другой стороны. Ну, мы, по сути, как соседи, понимаешь, у нас же практически общая граница. Так вот. Так что тут с соседями надо дружить. Так, не крути. Вот так вот. В общем, много чего было. Еще раз говорю, поздравляю всех ветеранов. Всех. Ну, ветеранов, к сожалению, с каждым годом становится все меньше и меньше. Их уже почти не осталось. Да, к сожалению. Время уже прошло. Скажем, потому что сейчас сколько должно было быть-то. Всех защитников Отечества. Особо сейчас поздравляем ребят, которые сейчас служат, которые нас сейчас защищают в наших горячих точках. А вот. Всем желаю мирного неба над головой, здоровья и благополучия. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok